Это знаменитый поцелуй Эдварда Мунка, вы все знаете, это основатель немецкого экспрессионизма. Что он написал? Он написал счастье или гибель, как вы думаете? Мне хочется сказать, что для Мунка в ней, по всей видимости, все-таки скрывался страх близости. Ну, по крайней мере, я так думаю, и так считают люди, знавшие Мунка при жизни. Дело не в этом. Дело в том, что наше восприятие образов, абсолютно любых, зависит от наших внутренних образов. От наших образов, а не от образов Мунка. Я всегда говорил, что это момент рождения какого-то нового «я». На самом деле появляется некое «мы» из того, что было мною. И это совершенно новое ощущение жизни, совершенно новое ощущение себя самого. И кто-то этого ощущения жизни смертельно боится. Самое важное для меня и самое интересное – это то, каким образом образуются, как возникают эти два радикально разных отношения к чувствам или к миру. Какое-то тотально разное видение мира и разные исходные точки вдохновения и разные исходные точки воображения. Где эта исходная точка, что определяет эти взгляды? Ну, наверное, в первую очередь потому, что людей, в частности и двоих людей, связывают и соединяют на самом деле не слова. На самом деле мы общаемся образами. Мы общаемся с помощью внутренних картинок. Самый главный аспект воображения – его индивидуальность и неповторимость. Нас и объединяет, и разъединяет. Когда мы разговариваем о поездке на море, каждый из нас создает свой образ моря. С одной стороны, это делает общение возможным, а с другой стороны, окончательно его запутывает и усложняет. Есть традиционная ошибка нашего детского солипсизма, о котором мы тоже говорили. Эта традиционная ошибка заключается в том, что каждый человек думает, что его собеседник видит то же самое, что он сам. Что, в общем, он имеет похожие или одинаковые предоставления о жизни. Напомню вам, что представления – это и есть образы. В действительности эти образы различаются, и каждый из нас находится в каком-то своем собственном кино. Это Дэниэл Мирианг. Я все время вспоминаю бабочку Джоан-Дзи. Помните, великому китайскому Даосу снился сон о том, что он бабочка, которой снится сон про жизнь Джоан-Дзи. Один из самых древних символов души. Есть не только дихотомия, два противоположных начала в человеке. Есть еще эта бабочка, которой снится сон о нас, и о которой мы тоже можем вспомнить и можем ее почувствовать. Продолжение следует...